всем привет я уверена что многие из вас еще не пробовали такой вкуснятины поэтому решила сегодня с вами поделиться рецептом приготовления вкусной свиной грудинки приготовлены на сковороде в пиве рецепт очень прост приготовление но результат превосходит все свои ожидания так давайте же вместе с вами сегодня и приготовим самую вкусную свиную грудинку и так для приготовления мне потребуется 1 килограмм свиной грудинки кто-то это скажет что это мясо с мясной прослойкой а кто-то скажет что это подчеревок но каждый называет по-своему грудинку я разрезаю на несколько кусочков и теперь готовлю самый вкусный соус для этого в небольшую чашечку и через пресс пропускаю 4 зубчика чеснока вливаю 50 миллилитров соевого соуса добавляю черный молотый перец приправу для мяса сладкую молотую паприку кавказские травы и немного адыгейской соли все хорошо перемешаю и дам соусу постоять примерно минут десять тогда он будет еще вкуснее а теперь займусь грудинкой для этого я беру самую глубокую сковородку лучше взять конечно сковороду волк я ее хорошо разогреваю затем на сковородку отправляю кусочки грудинки и начинаю их обжаривать без добавления масла обжариваю со всех сторон и чтобы она у вас хорошо обжарилась переворачивайте как можно чаще грудинку когда мясо обжарится в обжаренное мясо вливаю 500 миллилитров светлого пива пиво можете брать любое все на ваш вкус уменьшаю нагрев плиты и прикрываю крышкой и под крышкой буду тушить грудинку 20 минут через 20 минут сверху мясом я распределяю заранее приготовленный соус он уже получился очень ароматный вкусный прикрываю крышку и буду тушить еще под крышкой 10 минут после этого крышку необходимо снять и далее готовим мясо без крышки 15 минут чтобы максимально выпарился сок во время приготовления я сверху грудинку поливаю соком чтобы она получилась очень сочная и нежная но что друзья посмотрите какая красота у меня получилась готовую грудинку уже можно подавать к столу в горячем виде но если вы любите в охлажденном тогда снимаем с огня сковородку и оставляем грудинку под крышкой до полного остывания полностью остывшую грудинку помещаю в холодильник хорошо охлажденное блюдо подаю к столу с хлебом зеленью и овощами вот такая красота у меня сегодня получилось друзья но если вам понравился этот рецепт ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новое интересное видео а также подпишитесь на мой второй канал и заходите в группы а вам всем скажу готовьте как я готовьте лучшими экспериментируйте на своей кухне всем пока пока